В этом ролике я построю цирк и отыграю цирковое представление. У нас будут клоуны, разного рода животные, начиная от медведей и заканчивая крокодилами, и много всего другого, что есть в настоящих цирках. Тупые игроки и РДМщики разве что будут уникальны для нашего случая. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях, самое интересное будет исполнено в следующем ролике. Поехали! Животные готовы к нашим будущим представлениям? Да, они уже обосрались в этом конкретном. Так, тихо, 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 блядь, тихо, медведи! Так, медведю срочно нужно покурить, медведю срочно нужно курнуть. Животные должны вести себя тихо, когда хозяин подходит к их клеткам. Я вас купил, я вас забрал, выкормил, вырастил, а вы должны служить цирку. Срак и повернулся! Нам нужно накурить медведей срочно, одного хотя. Видишь, он уже обосрался, медведь, он только подошел уже, блядь, к углу, блядь. Я хочу вам сказать, что если вы будете расстреливать моих животных, вы недолго останетесь на этой должности. Клоуны! Да, так точно. Ваш профсоюз был недавно расформирован, это значит, что ваши зарплаты будут минимальны. Но я хочу, чтобы вы максимально хорошо работали. Так точно, сэр. И запомните, это не цирк уродов. Одним вашим лицом шоу не сделать, поэтому старайтесь шутить. Развлекайте детей. Я буду самым лучшим клоуном. Тавянский! Что у нас по расходам? А, да хуй его знает, я их, блядь, в косяк скрутил и выкурил. Хорошо, у нас есть программа уже, представлений. Что-то е... Пойдемте шатер посмотрим. Мой цирк я расположил на окраине города, в огромном шатре. Я решил повторить стилистику американских бродячих цирков. Думаю, получилось достаточно похоже. По крайней мере, из середины выглядит аутентично. Также мы смогли придумать много необычных выступлений с разными механиками Гаррис Мода, которые, я уверен, хорошо зайдут нашим зрителям. И вам тоже. Дорогие друзья, меня зовут Джеймс Ноксвилл. Я глава этого цирка. И я представляю вам наше новое невероятное шоу. Цирк Шапито. Медведи и клоуны. Сука, интернет, который у меня лагает. Первый наш номер. Это клоуны. Самые смешные в городе. Здравствуйте, детишки. К вам пришел клоун Пончик. Клоун Батончик. И клоун Мандаринка. Ебать смешно. Мы будем вас веселить и конфеты дарить. Анекдоты рассказать и загадки поздавать. Детишки, вы готовы? Да. Детишки уже курят сишки. Детишки курят сишки уже. Смотри. Кто раскрыл большой широт, верно, это... Бегемот. 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 Так точно, бегемот. Вторая загадка. Прыгает и скачет бойко. Очень любит он морковку. Пишет бойко. Так точно, молодцы. Вы такие умные. Я не ожидал. Дорогие друзья, на кассе нашего цирка вы можете купить себе клоунский носик, попкорн, сахарную вату, а также много всего интересного. Вы можете пройти туда и купить все, что вы хотите. Продолжайте. Пошли. Да, это точно. Давайте еще одна загадка. Подожди, они все сгибались, попкорн покупать. Внимание на сцене клоун мандаринка. Самый, самый, самый в этом городе. Самый крутой, да. Что ты мяч пнул, урод? Что ты мяч пнул? Продолжайте. Продолжайте, продолжайте. Мы слушаем. Так, как-то раз в собрании сновидящих деревьев из-за непредвиденных обстоятельств. Нихуя не плач, блядь. Что он сказал? А сейчас вы увидите представление с медведем. Медведь-гризли из самых дальних гор Америки, загрызший множество людей. Мне пора кажется, что именно медведи придумали хардбас, блядь. Ну чего вы, сука, стоите платформу? Платформа поставьте, идиоты, я вам за что плачу, идиоты. Медведь, стой. Я достал кнут. Сюда, 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 вперед, на платформу. Мне что, все за вас делать? Давайте, ублюдки, давайте. Представление с медведем. Кидайте ему мяч. Сейчас медведь отобьет мяч своей левой лапой. Я сказал, отбивай мяч, левой лапой. Я с особой силой ударил кнутом медведя. Ну да? За что? Мы так не говорили, если бы на патике гопейки. Он на клоуна напал, блядь. Выпустите нас, выпустите нас, выпустите нас. Этого не было в вашем контракте. Что? Нет. А то бишь наши сверху в нашем контракте, блядь. Вы плохо шутили. Они плохо шутили, по этой причине медведя захотел их сожрать. Нет, нет. Нет, нет, брат. Выпустите нас, выпустите нас. Все в порядке, это часть шоу. Сейчас арену заполонят аллигаторы из самой Амазонки. Адидоджи с палкой пройдет по канату. Сейчас мы принесем аллигаторов. Пойдем, крокодил ебаный, пойдем. Крокодил ебаный, ебаный. Господи, какой он огромный и страшный. Не подходи ко мне. Сейчас электрошокером пиздану крокодил. Он сейчас не будет уйти, блядь. Да он идет, все в порядке. Мы накаляем ставки. Сейчас наш канатаходец пройдет по канату с палкой и не упадет к крокодилу, скорее всего. Вот он уже тут. Нахуй, нахуй, нахуй. Так, канатаходец, ты готов? Я готов, да. Постарайся не упасть. Я хочу, чтобы ты выжил. Ааа, не страшно. Крокодил уже готовит свою пасть, чтобы съесть дидоджи. Бонус за сумасшедший трюк. Плюс тысячачку. Смотрите, он трюки делает, трюки делает, потому что он профессионал. Вот, вот, вот. Что за бред, блядь. Также у нас еще какой-то рандомный тип, который купил билет, решил, что он какой-то крутой канатаходец, да? Дидоджи, столкни его к крокодилу. А вот и еда. Вот такой вот у нас номер. Ой-ой-ой, не повезло. Дидоджи упал и будет сейчас загрызан крокодилом. Давай, дидоджи, беги, у тебя все еще есть шанс убежать. На самом деле нет, потому что клетка закрыта. Но дидоджи не промах, он может укращать зверей. У него есть электропалка, с помощью которой он может укротить любого зверя. Молодец, дидоджи, молодец. Аллигатор был укращен нашим канатаходцем и смотрителем зверинца Дидоджи. Вот он, Дидоджи. Слава Советскому Союзу. Что ж, это конец нашего выступления. Я выражаю огромный благодарность всем, кто пришел посмотреть на него. Все, кто не выйдут, будут съедены аллигатором. Да ебаный ваш. Блин, толпа, еб, сука. Друзья, 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 это все было очень круто, но нам нужны новые номера. Нужно что-то более оригинальное. Что-нибудь с козлами надо придумать. Ну смотри, козлы, они же охуенно забираются на вот возвышенности, да? Да, на горы и так далее. Да. Во, во, верно. Какого хуя козел говорит? Блядь, я не знаю, я думал, это у нас сейчас... Говорящий козел, говорящий козел. Ну давайте он, короче, будет, он на стену заберется, короче, на прямую, начнет со зрителями разговаривать. Ты умеешь говорить, козел? Ну, блядь, как видишь, ты не откурился. Че со цирк? Ну так это и есть цирк, так это и есть цирк. Это и то, блядь. Ты че думал? Ладно, козел, придумай себе номер тогда. Ну вот сказал, попрыгаю по паркуре, а потом просто начну базарить. Ну хорошо, ну ты продумай хорошенько, в шатре это все, я не знаю. Я не знаю, его можно отпускать? Там еще козел идет один. Здравствуйте, козел. Ой, у меня даже баран, блядь, не козел. Пошел вон отсюда, школьник, ты не козел, вали отсюда. Ну все, тогда арестован, нахуй. Со львами что будем делать? Они не говорить не умеют. Короче, а что если заставить их гонять вокруг, вот внутри вот этой хрени, блядь, на гидромашине? Или как это, гидроаэроплан? Нет, лучше на баге, на баге. Не на баге, а именно на воздушной подушке вот этой ебучей. А в чем смысл? Рулик, ну блядь, ебать, вы на воздушной подушке, какого хуй происходит, блядь? Вообще обозручь. Так, лев, так, прыгни, лев, прыгни два раза, если ты умеешь. Две воздушные подушки, короче, покупаем, размещаем их внутри, они, короче, в виражи там начинают херачить. Вообще круто темба. Можем еще туда, знаете, кегли положить, чтобы они их сбивали нахер. Сбивают людей и всем весело. Дорогие друзья, теперь я, Джеймс Ноксвилл, глава цирка, буду продавать вам билеты. 300 долларов в билет в цирк. Дорого. Пошел вон. Сколько же стоит ваш беда? Блядь, мне кажется... 300 бакс. Хорошо, хорошо. Меня зовут Джеймс Ноксвилл, и я глава цирка Шепит О. Главный шоумен и деятель, укротитель зверей, укротитель людей и самый лучший выступающий в этом цирке, а самый лучший. У меня есть мяч. Сейчас козел будет показывать вам фокусы, друзья. Не просто фокусы, он покажет вам, как правильно скакать, потому что это горный козел из гор Краснодарского края. Прошу... Ну, точно не маска. Сыскать. Блядь, тупая тупая. А почему не ты показываешь фокусы? Ты что же, козел? Сейчас по ебалу получит. Опа, 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 смотрите, смотрите, смотрите. Опа. Дальше. Да. Опа. Стоит двумя лампами. Ой, мне звук. У него просто лампами. Сука, я сейчас кнут вытащу, блядь, быстрее. Да. Та-да. Кучно. Так, либо вы лица завалите, либо сейчас вас стрел будет, как канадская школа. Нихуя тебе, говорящий козел! Говорящий козел! Ого, вот это вот вам, думаю, понравится. Вот теперь вам весело, вам весело. Да, да, очень весело. Любов, сюда, любовь. Да, да, открывай дверь. Давай заезжай, сука, у нас шум, блядь, билеты. Блядь, автостопщик, блядь, автостопщик, сука, весь цирк разнаебалится. Львы, пилоты. Так, вот кто меня подрезал. Львы, которые делают дерби. Козел, который бегает наверху, господи. Кто из этих любовь выживет в смертельной схватке? Сейчас мы увидим. Сейчас мы узнаем, кто из них выживет. Давай, да. Кто на кого ставит, делайте ставки, друзья. Делайте ставки. Это великая приставка. Ай, блядь, сука, ай-яй-яй-яй-яй. Львы, зачем вы давите людей? Вы что, не понимаете, что вы нарушаете ПДД? Езжайте в город, нарушайте ПДД. А вы что? Тавянский, что ты делаешь? Этого не было в нашем контракте. Они должны сбежать, они живые. У них есть разум. Ты что, ебанулся? Блядь, уезжайте, родненькие. Эти львы умеют переключать первую передачу на вторую и третью. Это уже наказывает, что у них есть разум. Великий побег свинины. Давай, эти дни. Тавянский, ты уволен. Что ты сказал? Всех сожрут. Ты что, охуел? Ай-яй-яй-яй. 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 Ай-яй-яй. Представление окончено. Помогите, помогите. Сука. Я поцрал мое выступление. Пошли вон, я вас ненавижу всех. Соберите нахуй его, блядь. Блядь. Просто цирковое представление закончилось мордовбоем, блядь. Отыгровка цирка превратилась в настоящий цирк. И, наверное, это даже хорошо. Некоторые номера, конечно, пришлось вырезать из-за бесконечных оров и РДМа, но это уже стандарт. Хочу также отметить простоту и актуальность этой отыгровки. Её можно реализовать практически на любом сервере, при этом даже строить ничего не придётся. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока!